Я всех приветствую на своём канале, с вами как обычная Полосатик, вы на канале Полосатик ТВ 2. И это у нас Animal Kingdom, ну лишь старство животных, кому как удобней. В сегодняшнем выпуске я расскажу не только про новое животное, а также про способ как быстро копить очки опыта. Ну и расскажу небольшие новости, которые вообще есть по Animal Kingdom. Что ж, не будем медлить и приступаем. Броню и аксессуары уже делают. Также будут награды за друзей. За определённое количество приглашённых друзей вы будете получать награды. Был добавлен про Киозавр, усправляются различные ошибки, а также делается модель нашей кошки. Когда будет 20 животных, и к релизу игры уже будут добавлять Василиска. Уже делают анимации на Василиска. Нам добавили новые палетки за достижение определённого уровня. Было добавлено куча новых вещей, как Кайзю Тираннозавр, Маунт Тираннозавр, также различные местности изменили. Расширили безопасную зону, теперь она у нас огромная. Добавлены общие настройки производительности, какой-то Карл передвинутый нас, теперь он отдыхает. Удалён какой-то ландшафт и глобальные тени. Башня Стерекса, функция наездника. Хотя не добавили эту фотографию, просто, просто захотели. И, возможно, это хэллоуидский скин, но лишь седло. Нам обновили спаун, теперь, смотрите, он стал каким-то пустым. К сожалению. Ну что ж, приступаем к просмотру Брахиозавра. Вот он, наш любимый новый Брахиозаврик. Ё-моё. Какой же он шикарный. Двигается так, естественно, мне кажется, это медленно. Так, где у нас ставим на 5? Больше скорости делаем. 15 скорости. И посмотрим, как он передвигается. Ходит достаточно быстро. Ни хрена себе он бегает. Погоди, он прыгает? Он прыгает высоко? Да ну нахер, реально, что ли? Охренеть. Тот же Тиренозавр прыгает, как-то непонятно. Вот просто хряк-хряк. И всё, Абрахиозавр у нас чуть ли не летает. Анимация атаки. Ну а теперь посмотрю на его анимации. Как он сидит. На коленях. Лежит. И мёртвый. А по голосам у нас ничего не доступно, к сожалению. Что ж, посмотрим на его другие скины у нас есть. Брахиозавр обычный, Брахиозавр-малыш. И также зелёный Брахиозавр. Коричневый, розовый. Пустой, чёрный. Белый, красный. Но надо доступен только зелёный. Давайте его и посмотрим. Так же красивый. Брахиозавр у нас просто имба. Вы посмотрите. Вот просто смотрите, как он прыгает у нас. Да вот у нас Гагарин же. Это Брахиозавр Гагарина. Я только за Брахиозавра и буду теперь прыгать. Это самое высокопрыгающее существо теперь у нас. Брахиозавр на кактусе. Я бы хотел сравнить его сейчас с Тираннозавром. Вот тем же самым Тираннозавром. Вот смотрите, он... Вот насколько он высоко прыгает. Тираннозавр. А вот теперь Брахиозавр у нас насколько высоко прыгает. Хотя Брахиозавр тяжелее Тираннозавра. И он всё равно высоко прыгает. Но на это весело, друзья. Итоги по поводу Брахиозавра. Да в принципе, что ещё рассказать? Интересное животное нам добавили в игру, которая высоко прыгает. И очень даже красиво, если даже ещё скин на него сделать хороший. Это вообще конфетка будет. Но пока у нас это альфа-тестинг. И будем ожидать его в бета-тесте режиме. И потом уже в целом релизе, друзья. Если нам добавят бейджики, сразу покупайте что-то на самую минимальнейшую сумму в магазине. Чтобы у вас был эксклюзивный там скин или ещё что-то. Ну а теперь к способам фарма. Итак, в первый и последний раз рассказываю вам про этот способ, друзья. Как только вы заспаунились в игре, вы сразу идёте вот к тому колодцу. Вот к этому колодцу бежите вы. И после этого колодца заходите вот в эту вот пещерку. Вы не представляете, как мне долго приходилось искать данный сервер. Чтобы тут было пусто. Естественно, вот сюда заходим мы. И берём нашего любимейшего Брахиозаврика. Потому что это самое крупное, так скажем, животное во всей игре. Без разницы, какой у вас там Брахиозавр. Берём его, значит. И ставим на него все способности разрушения задачи вроде. Нет мне оно. Оно ещё не прогрузилось. Сейчас как бы прогрузится, я к вам вернусь. Итак, у нас всё прогрузилось. И для того, чтобы нам быстренько фармить вот такое вот количество очков, вам понадобится прокачать Брахиозавра до 8-9 уровня. После этого вам нужно будет прокачать ему 10 тысяч урона. Да, согласен. Это много. Но после этого вы сможете фармить вот такое вот количество данных безделушечек. Очков, так скажем. Заходим в режим способности. И как только мы прокачали ему это всё, мы нажимаем на вот эту вот штучку. Тундер слам средний наносит урон всем находящимся поблизости врагам. Можно, наверное, ещё использовать и разрушительный топет. Сейчас его и посмотрим. Но вроде разницы тут никакой. А, единственная разница. Он перезаряжается каждые 10 секунд. А вот этот жёлтенький, он перезаряжается каждые 5 секунд. Поэтому вы гораздо чаще сможете собирать данный лут. Но он регенерируется гораздо быстрее, чем появятся сами ресурсы. Поэтому вам нужно лично здесь всё сидеть и тыкать и нажимать. Надеюсь, я вам смог помочь. Увидимся в следующий раз.